Я смотрел Ваши беседы, я христианин, мне очень понравилось. Я тоже, как и Вы, на инвалидности, у меня тоже довольно-таки тяжелое, я практически не ходячий. Я не знаю, будет ли Вам в пользу общаться, я из православной церкви ушел в Баптисту вообще. А почему же я со всякими людьми общаюсь? Потому что у нас, я не хочу конечно осуждать, я хотел бы побеседовать с Вами на эту тему, как, на Ваш взгляд, у нас, допустим, наши так называемые попы, они ведут себя очень, так сказать, неправильно. Я сталкивался и с оскорблением, и оскорбляли, и некоторые батюшки обвиняли, что я, мол, обираю общину, они мне помогали, когда были определенные труды. А потом мне выговаривали, что я общину обираю, грозили со судом, и все, но я, конечно, высказывался против, что вы поступаете не по Писанию абсолютно. Ну, а они чем аргументировали? Ну, ничем, у нас вот четыре священника, и один вот настоятель, настоятель и второй, как бы его помощник, это отец Рахаилов, мне начали предъявлять какие-то претензии, и им говоришь, знаете, говоришь по Писанию, да, вот батюшка вот здесь, и здесь, и здесь вы неправы, они вообще ничем не аргументируют вообще, абсолютно. Я 13 лет являлся членом православной общины, храма всех святых землероссийских претензий, то есть там у нас творится такая, как бы говорится, не то, что несправедливость, но творят такое, что это несовместимо даже с христианством, там даже те же самые служители, которые служат, те же сторожа, те же, которые смотрят за порядком в храме, они говорят в открытую, что мы уже хозяева стали, то есть они уже загородили даже самого настоятеля. Верующих совсем мало из этих 800 человек, я им говорил в лицо, что верующих у вас здесь вообще очень мало, может быть человек 20 уберется. Такая вот ситуация, я вот с многими разговаривал, многие притыкаются и многие уходят именно из-за отношений к церкви, так как относятся друг к другу, там просто отпугивают. Ну это ладно, а что вы приобрели вот, допустим, в баптистскую общину попав? Там что можно обвести? Ну там, допустим, баптисты, они по крайней мере, они называют себя евангельские христиане, они стараются подбежить по Писанию. Это отличие очень большое от того, что происходило в нашем храме. Я не говорю про всех православных храмов. Я имею ввиду, отличается, чем ваша жизнь стала отличаться от ухода? Ушло, во-первых, я как бы встретился с действительно с верующими людьми, которые побеседовали с ними, войдя в эту общину. Даже у меня принимал исповедь при Смита Иван Николаевич, и то у нас получилась такая подробная насыщенная исповедь, чего бы не получилось, не получалось у того же нашего священного. То есть я не мог открыться достаточно. Ну, а смысл тогда какой? Я думаю, в вашем случае тогда можно было перед Господом один на один исповедоваться, да и зачем что-то искать? Уйти почему пришлось, потому что там, говорю, много несправедливости, по уходило очень много людей, которые стремились к Богу, которые хотели. И кто перешел в пятидесятническую, здесь есть три пятидесятнические церкви, баптистские две. Тут видите, какая тенденция, вот на сегодняшний день складывается, я все-таки имею, вот уже, ну, несколько лет общения с разными людьми, разными христианами, вот. И тенденция какая? То, что люди, если они где-то в одном месте не удержались, они начинают потом перемещаться из одного в другое, то есть год-два побыл в одной организации, ему опять там что-то начинает не нравиться, и его куда-то сманивают. Другой организацией человек начинает мытарствовать вот по этим сектам. Тут видите, какая опасность. Ну, баптистов я бы не назвал сектой. Ну, секта, в слое секты нет ничего плохого, потому что это отделение, это отделение. От слова секты. От слова секты. Баптисты откуда? Они откололись от православия, отошли от православия, значит, они отделились. Баптисты, да, они в шестнадцатом веке отделились. От баптистов отделились пятидесятники, от пятидесятников адвентисты, и пошло-пошло деление. Они друг от друга вышли. А все, что делится, не устоит. Сатана, он разделяет и властвует над душами людей. Они друг от друга вышли, я согласен, да. Меня многие из моих знакомых, они меня встречают, они конечно меня уговаривают, чтобы я вернулся назад в этот приход. Вот именно, я думаю, как раз и правильный путь бы избрали, когда, вернувшись назад туда, вы стали бы учить правильной вере людей, потому что в православии сейчас огромный дефицит таких людей, знающих Писание и рассуждающих, допустим, ну, с теми же священниками, священниками можно. Они из-за чего на вас ополчились, по всей видимости? Из-за того, что вы обличали дела их по Писанию, а такие люди им не угодны. Вот, поэтому вы сделали бы огромную пользу для Господа, принесли как раз на своем покличе, понимаете? Я пытаюсь, я сегодня был в храме. Я пытаюсь, но там, как бы, не случилось. У них, знаете, как хорисейская позиция во времена Христа, законники и хорисеи. Вот у нас так и все, больше нас никак не сдвинешь и никак не Ну и что, а? А наше дело не умолкать. Мы не молчим и говорим. Вот, а вода камень точит. Со священником я пытался разговаривать, сказал, попытался говорить, что отец Рафаёв, вы делаете неправильно. Даже, как бы, и слушать не хочет. Честно. Честно говоря. Потому что есть такая пословица. Таков поп, таков приятно. Вот большинство вот из таких попов и многие вот в нашем городе у нас, многие притекаются и уходят. Походи в какой-то срок времени. Притекаются. Алексей, это не путь спасения. Уйти куда-то. Уходить. Я думаю... Ну, я хотя и не был никогда привязан. Ну, все-таки я работаю на своем месте в интернете. Вот. Ну, я считаю себя не то, что считаю, а я православный. Вот. И считаю своим делом как раз обличать вот эти неустройки православия. Изменить все можно. Ну, главное работать. А уйти что? Уйти проще всего. Ну, будет ли это угодно Господу? У нас работу мы проводили. Мы даже по общине собирались. Давайте говорить. Ну, у нас просто нам указывают на дверь, говорят. Не нравится. Уйти. Уйти. К нам относятся так. Да. Пытаемся что-то наладить в отношении к общине. Нам просто указывают на дверь. Не нравится. Ну, указать они не могут на двери, потому что и они не в их власти. То, если только отлучить от церкви, а этого они не имеют права. Нет. отлучить. Ну, отлучить нужно веские основания. Отлучаются только за что? За колдовство и за аборт. Мы можем спастись через этот путь, причем и заслужить награду от Господа большой. Потому что вот этот вот путь, как сказать, воина Христова, он наиболее ценен для Господа. Вот было есть в интернете такое откровение тоже, кто-то, по-моему, из баптистов. Было откровение ему, что он видел видение, ну, когда уже после суда, он видел, что в рай входили первые воины Христовых. Вот. То есть был слышен звон доспехов такой. Вот. Топыни лошадей. И в рай входили первыми воины Христовых. Вот я настолько проникся вот этим пророчеством. Я хочу служить Господу именно вот на этом поприще. Еще больше пострадать и умереть за Господа. Вот это высшая ступень, где мы можем… А там, куда вы будете уходить, там… Как там? Там нет возможности. Ну, там… Там, вы понимаете, это я даже разговаривал сегодня, звонил буквально с пресс-фитером разговаривал с Иваном Николаевичем. И он мне сказал, говорит, ты сказал правильную позицию, что сказал правду в глаза и священникам, и прихожанам, что тебе Бог положил на сердце и сказал. Я сказал, что извините, но вы служите сами себе, вы не служите Богу. Что вам удобно тем же самым попам, что им удобно, то и делай. Какие люди удобно, таких они возле себя и оставляют. То есть, начинаешь говорить правду, особенно у нас, в нашем приходе. Ну, а в чем? В чем удобствует? Вы расскажите вообще, что за положение… Ну, они не любят, когда их обличают. Ну, а в чем именно обличают? Когда говоришь им правду, что об их поступках, что оскорбляют прихожан, у нас дошло до чего, что наши священники стали собирать сплетни про прихожан, а потом высказывать. И про меня сплетнички. Я даже подошел ко Рафаилу и говорю, отец Рафаил, прежде чем собирать сплетни, вы бы подошли ко мне и спросили, что, чего, как. Разве это по Писанию? Это как, слышу звон и не знаю, где он. У нас 4 священника, вот, отец Александр и отец Антоний, они, да, они на своем месте. У них нет никаких разборок, никаких сплетен, они подойдут, они с тобой побеседуют, может, брат, может быть, тебе какая-то помощь нужна, может быть, духовная, может быть, что-то чего-то. Вот эти вот люди, да, они на своем месте. К ним неприятно ему исповедь подойти и все. А такие вот, как подошел буквально к отцу Рафаилу, мне вот что-то оскорбило. Подошел на исповедь, подхожу ему, говорю, отец Рафаил, я говорю, если так себя ведут, я перейду в баптистскую общину. И он стоит с такой улыбкой, ну, что тебе помогло? Ну, зачем, зачем это делать? Тем более, здесь совершается таинство. Незримо присутствует Христос в виде креста на Евангелии. Видимо и узнать, что невидимо присутствует креста на исповедь. даже хотел, мне отговорила одна прихожанка. Ну, зачем тебе это надо? Да это будет, как сказать, такая вот эта тягомотина. Я просто даже хотел написать епископу, что такое вот происходит. Меня просто отговорили. Потому что я сказал, я даже говорил тем даже, кто старожит. Я говорю, если будет опять возникать какая-то сплетня, я буду писать прокуратуру, прокурору и епископу. Конечно, надо писать. И мне, вы знаете, я отошел от исповеди. Мне было, я не жалуюсь, конечно. Но у меня было такое ощущение, что меня облили по мнению. Да ну, не, Господь с нами, что нам, Господи, нам эти чувствования, они нам совершенно безразличны. Он говорит, радуйтесь, когда будут гнать вас всячески неправильно злословить за имя мое. Даже как-то, как-то сказал одной прихожанке, она, ну почему ты не заходишь в храм? Да. А он меня, настоятель, благословил, чтобы я, ну как, он увидел, что я инвалид. И за воротами стояли пьяницы на паперке. И мне сами они говорили, становись на паперке, для чего? Ну, сидел на паперке. Но они сами священники благословляли, да? Да, настоятель сам благословил. Вот. И когда вся вот эта система-то вышла, когда вот, как сказать, татавайс это получил, и мне прихожане говорят, ну заходи в храм, что ты не захочешь. Вот вы знаете, вот не вру нисколько, у меня нету желания даже переступить порогу. В ворота выйти, нету. Хотя отходил тринадцать лет. Ну зря, Виктор, это просто обида у вас какая-то поселилась в сердце. Я думаю, надо вернуться. Да и зачем вы своим поведением будете только и словом обречать их и все. Опять же таки, они не видят за собой вины. Пускай, пускай. Я сказал, я как говорил, если передо мной извинятся те люди, которые вот это вот наговорили, которые оклеветали наговорили, я говорю, если извинятся передо мной, я тогда вернусь. Если принесут извинения. Если, я говорю, услышу хоть одно плетение, хоть одно слово, я иду прямиком в прокуратуру и пишу правящему архиерею братства. И пусть приезжает епископ и разбирается. Как и что и почему. Потому что у нас некоторые прихожане, один мне прихожанин говорит, ну и зачем ты побежишь, как баба жаловаться и епископу писать. Я говорю, ну правильно, вы молчите, я молчать не буду. Я молчать не буду. Это вы привыкли молчать. А сколько вышло людей, сколько спросишь, что в церковь не ходишь. Да ну что там делают, там такие попы, там ведут себя не так. И сказал, ну так и сделал. И все. Потому что человек где-то с какой-то проблемой тянется к Богу, хочет прийти, а его, как угли по рукам, ему не дают прийти. Не дают прийти. Даже те же самые, которые, начиная от уборщицы, кончая старожанами, они в открытую говорят, мы здесь хозяева. Ну конечно, они хозяева от этого здания, а храм-то он не в ребрах, не в бревнах, а в ребрах. Пусть они там и будут хозяевами в этом храме, а мы к Господу приходим. Конечно, жалко, что вся вот эта ситуация такая не возникает. Как бы сначала дают благословение, а потом распускают все еще. Я не люблю, конечно, когда несправедливо. Не, я вот если по-братски посоветовать, я вот по духу чувствую, то я думаю, лучше… Не то, что я думаю, я чувствую, что Господь-то говорит, что лучше вернуться и быть там, откуда вышел. Но если… Вспомни свою первую любовь и будь там… Если епископу написать, то как это? А надо предложить через кого-то, допустим, через близких священников, то есть не напрямую входить в контакт со священником, а чтобы человек подошел и вот такие условия. Вот он, допустим, Виктор просит, чтобы вы принесли свое извинение или вот он как бы поступит так. Пусть кто-то… И я думаю, священники пойдут на примирение, а почему нет? Ну, я думаю, вряд ли. Потому что у нас такой настоятель, слишком гордый. Я думаю… Ну, помолиться Господу, да и сделайте, а что Господь управит? Мы думаем, а Господь Он располагает всем. Я думаю, что если… По истечении вот нескольких месяцев уже прошло, и он даже не попытался, даже побеседовать не попытался. А получилась вся вот эта ерунда из-за чего? Когда он дал благословение сидеть на паперке, да. А там у нас в другой части города строится другой стран. Ну, я там собирал, ну, и по 50 рублей где-то. Ну, отдавал на строительство. Много спонсоров то есть, то нет, и то строят, то замораживаются. И не знаю, кто там ему что наговорил, настоятель. И не сдавался, что я, мол, собираю деньги на храм, на строительство храма, с благословения настоятеля, и что деньги я присваиваю себе. Якобы так. Меня настоятель увидел, ну, нет церкви. На улице меня увидел, ко мне подъехал на машине, в машине выскочил. И давай на меня чуть ли не во всю улицу кричать. Ты вот говоришь, говорят, что по моему благословению ты деньги собираешь, вообще не отдаешь. На строительство храма я тебя не благословлял. Я говорю, батюшка, я говорил разве это? Я разве вам лично говорю или кому-то? Вас сатана там попутал, а вы запутались с этими. И опять же, вот с этими деньгами, я не знаю, это беда вообще. Вы разрешайте ситуацию, потому что и ваше состояние не из приятных. Ну, это понятно, но это ясно. Ну, зачем же распускать слов? Пускай, пускай они. Понимаете, вы поселитесь там, где правда, пусть ваша душа там обитает. Понимаете, как ищите. Во-первых, посмотрите, что, опять же говорю, наши чувствования должны быть такие же, как во Христе Иисусе. Посмотрите, как Христос поступил бы в вашем положении. И распорядитесь так же. Зачем обиды на кого-то таить? Пускай они остаются как своя. Ну, обида. Обида, можно сказать, ее и нет, но осадок остался неприятным. Ну, это и есть обида. От этого надо уходить. Тем более, вот, в нашем положении, в нашем состоянии не надо этого. Я в последнее время особенно, ну, я, в принципе, всегда по жизни такой миролюбивый был. Я никогда не могу с кем-то быть в конфликте. Я всегда ищу с людьми путей примирения, вот. Даже когда не был христианином. А уж нам, христианам, это и совсем категорически, чтобы с кем-то быть в конфронтации какой-то. Осадок довольно-таки, ну, там не только от датюшек были службы. И ко мне подходили и задавали вообще глупейшие вопросы, даже пускали слух, хотя я даже не употребляю спиртного ни в каком виде. Пустили слух, что я вообще спился. Подходили ко мне, спрашивали. Говорю, вы меня видели хоть выпьем человек? Вы меня не видели за 13 лет в таком положении? Чтобы я там напился где-то или был выпьем. Почему вы распускаетесь клей? Зачем? Зачем вам это выгодно? А я вот слышал, я думаю, я слышал. Подойди и спроси меня сама, раз ты слышал. Зачем вот это вот надо? Высасывать какие-то факты из пальца и потом распускать по всему приходу. И каждый подходит и наравнику воспитывает. Ну, вы-то этого не видели, вы-то этого не знаете. И поэтому у меня, можно сказать, такая вот. Ни обиды, ни обиды. Но остаток остался довольно-таки неприятным.